Послушайте, я вам уже говорила, он держал мою маму в заложниках целый день. Мама говорила мне, что у нее были подозрения на его счет. Когда я пришла туда, он начал угрожать. Я думала, что он убьет ее. Как вы узнали, что ваша мама была там? Ее сумочка. Моя ассистентка. Извините, моя бывшая ассистентка. Якут ходила к нему домой. Она увидела мамину сумочку. Она рассказала мне. Она сначала подумала, что это моя сумочка. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Госпожа Жила, давайте сделаем перерыв. Ваш чай остыл. А как моя мама? Учитывая то, что ей пришлось пережить, она очень хорошо себя чувствует. Не волнуйтесь. С ней ваш адвокат. Скажите, как ваша мама завладела пистолетом во время этого хаоса? Я не знаю. Я была так напугана. Я помню, как кричала, убей нас прямо сейчас. Я думала, что умру. Он сказал, что убил Архана. Понимаю. Извините. Вы должны сообщить об этом своей семье. Да, господин прокурор. Да, мы уже заканчиваем. Вы все еще на месте убийства? Если вы спрашиваете меня, то да, обвиняемый был в серьезной опасности. Да. Я понимаю, господин. Всего доброго, господин прокурор. Где Джейла? Откуда мне знать? Ты еще здесь? Мои чемоданы готовы. Может, пойдем? Переезд в Стамбул начинается прямо сейчас. Я чувствую стресс, оставай здесь. Давай просто уедем. Хакан звонил твой дяде и... О! Разве ты не уехала? Что ты делаешь рядом с сыном? Госпожа Махинур, господин Дерин. Что случилось? Госпожа Сюзан и госпожа Джейла в полицейском участке. В кого-то стреляли. Я не понимаю. Где они? Я услышала выстрел и подумала, что меня застрелили. Потом он посмотрел мне прямо в глаза. Я была уверена, что умру, а потом он упал. Это чудо, что мы выжили. Перед смертью он... Он признался, что убил Архана Бендерли. Это все, что вы хотите сказать? Да. Как видите, мой клиент едва выжил. Это была самооборона. Это решит суд. Госпожа Сюзан, не волнуйтесь, это очевидно. Мы должны оставить вас здесь на ночь. Что вы имеете в виду? Меня посадят в тюрьму? Но уж нет. Я не виновата. Это был несчастный случай. Успокойтесь, госпожа Сюзан. Я вытащу вас отсюда при первой же возможности. Могу я взять показания? Вот, пожалуйста. Спасибо. Дарин, все неправильно понял. Пришел и рассказал все Джейле. Но как он узнал, что ты в доме господина Энгина? Чтобы увидеть тебя в окне, надо сначала туда зайти. Верно. Я тоже не знаю. Хорошо. Но вот главный вопрос. Если господин Энгин не платил за аренду, то кто? Понятия не имею. Это самая абсурдная вещь на свете. Мы должны выяснить и вернуть деньги. Согласна. А, Синэм. Она звонит тебе. Да, Синэм? Мы? Разумеется, дома. Якот тоже здесь. Что значит, не расстраивайся? Госпожа Махинур. Кажется, они здесь. Заходи. Боже мой, Джейла, что случилось? Ты в порядке? Бог уберег тебя. Где Сюзан? Мама, успокойся. Присядь. Сейчас все расскажем. Я немного полежу. Я провожу тебя. Что-то случилось с Сюзан? В нее стреляли? Нет, нет. Ты мне ничего не говоришь. Ты ничего не рассказал по телефону. Кто в кого стрелял? Тетя Сюзан застрелила Энгина Редман. Когда защищалась. Он умер. Он успел признаться, что убил отца. Что конкретно сказала тебе Синем? Я ничего не понимаю. Сказала важные новости. Странно. Она здесь. Сейчас узнаем. Привет. Привет. Заходи, Синем. Спасибо. Что происходит? Ты сказала по телефону, что она будет расстроена. Господин Энгин мертв. Что? Что? Умер. Якут. Якут. Ты в порядке? Якут. Если бы этот парень выжил, я бы сам его убил. Боже, сохрани. Кто бы мог подумать? А разве полиция не кого-то другого подозревала? Мне так сказали. Может быть, он нанял кого-то другого. Мы не знаем. Но скоро узнаем. За что он хотел убить Сюзан? Я не знаю. Наверное, он хотел всех нас убить. Тетя Джилла, к счастью, жива. Пойду проведаю ее. Боже мой. Очень странно. Они убили моего дядю, чтобы сохранить это в тайне. Нет. Я ничего не сделала. Ничего. Хватит врать. Я убью тебя. Мама Джейла, ты в порядке? Я никак не могу забыть то, что видела. Постарайся об этом не думать. Ты не виновата. Он играл с нами всеми. Я не могу поверить в это. Как же я ошибалась насчет этого человека. Его больше нет. Мы в безопасности. А если бы с тобой что-то случилось? Что бы я делал? Пожалуйста, не расстраивайся. Ты прав. Мы в безопасности. Мы с мамой живы. Нам ничего не угрожает. Мы в безопасности. Да, Ирина. Мне нужно побыть одной. Я чувствую себя в замешательстве. Мне надо подумать. Иди, дорогой. Позови. Если что-то понадобится. И я приду к тебе. Хорошо. Он думал, что мы его пытаемся использовать. Он сказал мне, что опозорит нас. Хочешь услышать о ее любви с Арханом Бендерли? Что? что-то написан lace наPrince? Ох. Ох. Субтитры сделал DimaTorzok Извините, здесь есть кто-нибудь? Тут так холодно Офицер, простите, можно мне чай? Чая нет, могу принести кофе, если хотите Это не кафе Биакут Не знаю, как тебе сказать Но, господин Энгин Энгин Пожалуйста, не скрывай от меня ничего Я не знаю, правда ли это Госпожа Джейла сказала, что господин Энгин убил господина Архана Она лжёт Я услышала, как она разговаривала с Дерином Они лгут Он бы никогда этого не сделал Он такой хороший человек Он бы никогда так не поступил Я не верю Я не верю в это Он сам признался Он признался? Я не поверю, даже если увижу собственными глазами Он не мог убить Не мог Откуда нам знать Что они говорят правду? Что, если госпожа Джейла врет? Зачем ей врать? Якут, успокойся Что, если это правда? Нет, это не правда Господин Энгин Никогда бы так не поступил Вы его не знаете Он не такой Я серьёзно, Синем Он не такой Якут Пусть поплачет Они здесь Пресса преследует нас, чёрт подери Добро пожаловать Спасибо Как удачно Я согласна Мне так плохо Ты в порядке? Значит, ты убила убийцу моего мужа? Хочешь прилечь? Да Я хочу немного Побыть одна Скажи мне, пожалуйста Почему этот человек похитил тебя? Я позже тебе расскажу Её освободили? Нет Отпустили до решения суда Ах, Джейла Хорошо, что вы живы Слава Богу Между вами и убийцей Что-нибудь было? Пойду посмотрю, как мама Синем Синем завтрак готов Не дай Бог, Якут Увидит эти газеты Как будто мало плохих новостей Она не встанет рано Проплакала всю ночь Якут Ты проснулась? Я пойду на похороны Ты ведь пойдёшь с нами? Похороны будут не здесь Хакан сказал мне Его братья перевезли его тело в родной город Семейное кладбище Значит, я больше не смогу его увидеть Почему жизнь так жестока Почему я всё время теряю близких Неужели я и дальше буду так жить? Неужели я и дальше буду терять своих любимых? Сначала отца Потом маму А теперь Якут, пожалуйста, не надо Пожалуйста, не плачь Кто этот мужчина, по которому ты плачешь? Убийца Об этом говорят все газеты Убийца Бендерли Аретман Ну же, не поступай так с собой Не верь, если не хочешь Он нас всех обманул Не могу в это поверить Субтитры подогнал «Симон» Это позор Они продолжают говорить о нас спустя неделю Ваш кофе Спасибо Добавь мой кофе ликёр Не рано? Нет Я нервничаю Сделай то, что я говорю Конечно, госпожа Я до сих пор вижу, как он смотрел на меня Это было страшно Это было очень тяжело Ты скоро забудешь Видишь Джилле стала получше И она уже работает Как мило Я думаю, что вам нужно перестать думать о работе И подумать о себе Иначе время пролетит незаметно А жизнь Всегда бежит впереди Оставляя нас позади Осторожно, Джейла У него пистолет Он убил Аркана Госпожа Джейла Вас ждут в комнате переговоров Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, Якут Здравствуй Заходи Я собирался позвонить Но боялся, что ты не возьмёшь трубку Льван сказала, что ты неделю не выходишь из дому Я беспокоился Если ты сердишься на меня, мы можем поговорить? Конечно Извини за мой вид Уже полдень, а ты ещё в пижаме У меня не было повода наряжаться Заходи 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 Субтитры сделал DimaTorzok Свинем, если тебя не затруднит, отправь это на фабрику по факсу. И не забудь написать для господина Эргюна. Конечно. Тетя Джейла, как прошла встреча? Хорошо. Позволь спросить тебе кое-чем. Когда ты проверила счета? Что-то случилось? Почему спрашиваешь? Что-то странное. Что именно? Давай я покажу это на твоем компьютере. Это срочно. Господин Энген встречался с госпожой Джейлу, и так сказала твоя мама, и так писали в газетах. Потом он встретил меня. Он сказал мне, что любит госпожу Джейлу. Полиция считает, что он нанял убийцу. В принципе, это одно и то же. Ладно. В любом случае, я уважаю твое горе. Но я просто хочу сказать, что разбираться в людях нелегко. Надеюсь, правда скоро откроется. Надеюсь. Я их тоже принесла. Как вы и сказали, я отложила те, что были на прошлой неделе. Как тебе это? А-а-а. Выглядит достойной женщиной. Дочь Экримзаде, Селин. Они тоже были на похоронах Архана. Выглядит доброй женщиной. Она тоже закончила университет. Если не заботится о сыне, то он достанется либо певице, либо ассистентке недоучимой. Господи, не допусти. Боже упаси. Она очень нестабильна в эти дни. Целыми днями моют руки. У нее руки в крови. Прошла неделя, и многое случилось. Но я все еще хочу извиниться перед тобой. За день до смерти господина Энгина ты была у него дома. Я все неправильно понял. И вы поссорились с моей мамой. Мне очень жаль. Это уже не имеет значения. Имеет. Я ненавидел себя, потому что поступил с тобой несправедливо. Ничего. Не волнуйся об этом. Я поговорил об этом с мамой. Она знает, что ты была вдвоем с Эльван. Она не держит на тебя зла. Я поговорю с ней о твоей работе. Нет, пожалуйста. Я больше не хочу там работать. Ты была влюблена в него, как и моя мама? Я не знаю. Может быть, это было просто очарование, которое я испытывала. Или желание доверять кому-то. Я не знаю. Узнаешь, когда действительно влюбишься. Не будем об этом. Чтобы поднять тебе настроение, я принес несколько фильмов. Я выбрал комедию, так как в нашей жизни достаточно драмы. Есть и романтические комедии. Могу оставить тебе их и уйти. Или... Мы можем посмотреть их попозже. Могу приготовить чай, если хочешь. Ой, я тебе ничего не предложила. Извини, сейчас приготовлю. Ты сиди и выбирай фильм. Я знаю, как готовить чай. Кажется, мы кое-что нашли. Когда вы в последний раз проверяли счета? В конце прошлого месяца. Незадолго до смерти Архана. Да, но тогда у нас не было проблем. Смотрите, вот даты. Господин Архан вложил средства страхового фонда в облигации. Эти облигации стоят всего один миллион лир. Что это значит? На бумаге выглядит так, будто это 15 миллионов лир. Но на самом деле мы не можем найти остальные 14 миллионов. Значит, Архан Бендерли обманул свою собственную компанию? Вы что, о чем вы говорите? У моего отца не было причин это делать. Может быть, он искал другие инвестиции. Раз уж он не мог потратить все эти деньги, значит, они должны быть где-то здесь. Извините, я должен продолжить работу. Оставлю папку у вас, если вы захотите взглянуть. Я не это имела в виду, когда сказала, что он обманул. Мы не знаем, что он хотел сделать. Может быть, он искал новые инвестиции. Но мы разоримся, если не найдем эти деньги. Оф, только этого не хватало. Если дивиденды не были выплачены... Я приготовил чай. Ты выбрала фильм? Да, выбрала. Посмотрим, будет ли он хорош. Итак, романтический фильм. Хорошо. Тебе холодно? В доме проблемы с отоплением. О, как я мог забыть. Что? Попкорн. Ты принес? Я подготовился. Жаль, что ты не принес готовый. Я люблю потрудиться. Хорошо, тогда на кухню. До встречи дома, тетя Джила. До встречи. Спокойной ночи. Как дела, ассистент? Что? Какие-то проблемы? Какие? Не знаю. Кажется, ты немного нервничаешь. Нет никаких проблем. По крайней мере, я на это надеюсь. Чего-то не хватает. Чего? Забудь об этом. Почему ты не рассказываешь мне? Почему держишь в секрете? Мой самый большой секрет с тобой. Я в твоей власти. Из фонда компании пропало 14 миллионов лир. Что? 14 миллионов? 14 миллионов. Как такое могло произойти? Мой отец кое-что сделал, пока был жив, но никто не знает, что именно. Может, пойдем, поедим чего-нибудь? Тетя Джила уехала на фабрику, она не вернется. Не могу поверить. Мне надо позвонить, якут, подожди. Дай посмотрю. Черт. Алло, якут? Растут, растут. Это голос Дерина? Да, мы лопаем кукурузу. Или, может быть, кукуруза лопает нас. Ага. У вас хорошее настроение, здорово. Мы собирались уйти с работы пораньше с Хаканом. Можно мы тоже придем, раз вам так весело, а? Конечно, приезжайте. Хорошо. Хакан и Синем придут. Хорошо. Неужели это так необходимо? Почему ты не дала им побыть одним? А почему они должны быть одни? Якут нужны друзья, а не романтика. Она и так в депрессии. Не такой уж ты и заботливый, Хакан. Прости. Ты права, а? Я был неправ. Я готова. Поехали. Поехали. Они приехали. Она собиралась раскрыть свою личность. Поставь на паузу. Я не хочу пропустить эту сцену. Здравствуйте, проходите. Привет. Мы принесли чипсы и напитки. Я заварила чай. Милый дом. Как его обитатели? Привет. Добро пожаловать. Новая любовная история вот-вот начнётся. А, Дерин. Как дела, кузен? Хорошо, а ты как? Хорошо, милая романтическая сцена. Попкорн, кино и одеяло. Нет, в доме проблемы с отоплением. Садитесь. Тогда давайте не будем здесь мёрзнуть и перейдём в мой новый дом. Сможем приготовить еду, повеселиться. Но возьмите с собой фильм. Давай, Яку, собираясь и подыши свежим воздухом. Хорошо. Добро пожаловать. Спасибо. Ты уходишь? Я чувствую себя подавленно. Больше так не могу. Я иду в клуб к друзьям. То есть будешь играть в азартные игры? Конечно, нет. Я больше не играю. Я завязала. Ты пила? Маленький стаканчик. Джейла, я больше не могу. Я всё время думаю о том, что произошло. Я правда не могу. Мне нужно было расслабиться. Есть и другие способы расслабления. Не похоже, что это всего лишь маленький бокал. От тебя пахнет алкоголем. Джейла, я не ребёнок. Не лезь в мои дела. Мне нужно приходить пораньше. А ты помнишь, что случилось в прошлый раз, когда ты не вернулась? Вот он. Долго мы ходили по магазинам. Нелегко выбирать рыбу. Ух ты, Синэм. Отличный дом. Я не знал, что тебе так много платят. Ну, не так уж и много. Арендная плата низкая. Родственник сдал мне его по низкой цене. Только на время. Повезло. Поможешь мне на кухне? Займёшься салатом, а я рыбой. Почему ты не сказала, что это дом моего отца? Теперь ты знаешь. Твой отец отдал его моей бабушке. А она передала мне. Не могу поверить. Если мама узнает об этом, она нас всех убьёт. Женщины склонны к убийствам. Это была самооборона. Тётя Сузан имеет кровное родство с тобой, а не со мной. Вот чего я не понимаю. Чего? Почему Ангин пытался выяснить отношения с тетей Сюзан? Я понимаю, что он обвинял моего отца, но какое отношение к этому имеет тётя Сюзан? Ты разве не знал, насколько близки были твой отец и госпожа Сюзан? Близки? Обычно они играли только в настольные игры, и всё. Вот как. Ты понятия не имеешь об их прошлом. Твой отец и моя бабушка были любовниками. Ты шутишь. Мой отец и тетя Сюзан? А ещё у них был общий секрет. Господин Ангин знал его. Ты серьёзно? Да. Хакан, не будь дураком. Как ты думаешь, почему он оставил ей этот дом? Не может быть. Нет. Ты такой наивный. Извините, вы решили свой вопрос? Нечего решать. Надеюсь, что да. Мы проголодались. Пойдёмте. Кто ловит рыбу? Хакан. Дерин. Я собиралась тебе позвонить, но забыла, извини. Мы в доме Синем. Дерин и Хакан тоже здесь. Хочешь приехать? Нет, дорогая, не хочу. Я устала. Просто хотела узнать, как ты. Я нормально. Вернусь через два-три часа. Ладно, развлекайся. Увидимся. Дерин. Дерин. Спасибо, что зашёл сегодня. Было приятно заняться чем-то другим. Большое спасибо. Всё будет хорошо, Якут. Когда-то ты будешь улыбаться. Я надеюсь, что мои близкие перестанут умирать. У меня есть страх. Страх? Да. Мне кажется, что если я кого-то полюблю, он умрёт. Как будто в любой момент я получу плохие новости. Не делай так, пожалуйста. Не будь таким пессимистом. Этого никогда не случится. Но это случается. Моя мама умерла. Господин Энгин. Кто следующий? Пожалуйста, не надо так. Нам было так весело. Ты ведь не оставишь меня? Никогда. О-о-о! Мы тут работаем, а у вас романтика. Конечно, нет. Мы просто друзья. Где лимоны? Я схожу за лимонами. Даша Нис. А, она пошла в клуб? Правда? Она не будет играть? Ни в коем случае. Конечно, она будет. Позволь мне сказать тебе кое-что. Сделай так, чтобы она играла. Пусть она проиграет свои деньги. Тогда Джилла выгонит её из дома. Хорошо. Я буду ждать. Салат готов. Отлично. Лучшая рыба в мире. Я сам её приготовил. Отличная работа, кузан. Можешь сделать и сервировку? Хакан. У дяди Архана был дом в этом районе? Действительно. О, я помню. Да, мы продали тот дом, но он был в этом районе. Во всяком случае, выглядит неплохо. Только не говори об этом тёте Махинур. Даже не упоминай об этом. Почему? Тётя хочет, чтобы Хакан женился. Она сейчас как охотница за невестами. Не стоит ей заходить так далеко. Правда, Хакан? Если бы она не была такой капризной, я бы очень быстро осчастливил свою мать. Ты просто пошутил? Ты тоже думаешь, что это смешно? Перестань, Синэм. Не сердись. Это была шутка. Я не люблю такие шутки, Дерин. Давайте прекратим этот разговор. Кто-нибудь хочет выпить? Я принесу. Сиди. Я принесу. Пойду посмотрю. Я тоже нашёл свою половинку. Она такая чувствительная. Синэм. Подойди сюда, пожалуйста. Перестань. Что это была за шутка такая? Ты тоже смеялась. Они ничего плохого не имели в виду. Все знают, что ты нравишься Хакану. Но он мне не нравится. Эта тема меня беспокоит. И больше не упоминай об этом. Ладно, извини. В любом случае, я не хочу, чтобы вечер затянулся. Можешь найти предлог и отослать Хакана? Мне нужно кое о чём поговорить с Дерином. Это касается моей мамы и работы. Я хочу узнать что-то о работе и маме. Какой предлог я могу найти? Придумай что-нибудь. Добрый вечер, Махинур. Добрый вечер. Хочу спросить кое о чём. Что случилось? Архан перед смертью упоминал о каком-нибудь партнёрстве, а? Нет? А что? Алло. Добрый вечер, госпожа Джейла. Добрый вечер. Не хотел беспокоить вас. В такое время, но есть новости, которые вам нужно знать. Что случилось? Не могли бы вы приехать. Будет лучше, если мы поговорим лично. Конечно, буду. Мне нужно в полицейский участок. Что произошло? Не знаю. Возможно, они нашли преступника. Я надеюсь на это. Можно я с тобой? Нет, я переоденусь и поеду. Потом сообщу их, когда узнаю, в чём дело. Хорошо. Как дела, Арда? Сегодня вечером? Может быть, но я в гостях у друзей. Хакан. Ты бы не мог подбросить меня до дома. Тебя? Да. Мне нужно заниматься. А я... Синэм хочет от меня избавиться, да? Конечно, нет. У Дерина нет прав. Думаю, он пойдёт навстречу с друзьями. Я понял, что происходит. Поехали. Я перезвоню тебе. Что такое, кузин? Что происходит? Почему вы уходите? Мы уезжаем. Мне нужно заниматься. Хакан меня подбросит. Увидимся, Дерина. Увидимся, братан. Я могу тебя отвезти. Не обязательно. Хакан справится. Нет, это сделаю я. Пойдём. Ещё рано? Для меня уже поздно. Я встречусь с друзьями. Пойдём. Да, мама. Где ты, Хакан? Что такое? Что случилось? Джейлу вызвали в полицию. Она пошла в полицию. Сказала, что это важно. Ага. Хорошо, мама. Я сейчас буду. До встречи. Увидимся, кузин. До встречи. Ты ведь отвезёшь, Якут? Конечно. До встречи. Спокойной ночи. Пока. Пока. Увидимся, сын. До встречи, Якут. Спасибо за всё. Субтитры подогнал «Симон»